Друзья, всем привет! Сегодня расскажу об опыте эксплуатации аккумулятора меньшей емкости, чем идет по заводу. Ну, меньшей, либо большей там. Вот у меня меньшей. То есть, смотрите, здесь площадка, она больше, чем аккумулятор. Аккумулятор у меня стоит варта на 40 Ач. И пусковой ток здесь, как вы видите, 330 А у нее. Клеммы маленькие. Возможно, они самопальные. Не знаю. Не суть. Здесь должен идти 60 Аккумулятор. Стоит 40 Аккумулятор. Давайте я расскажу про плюсы. Плюсы в том, что он супер быстро заряжается. То есть, у меня автомобиль Toyota Cammy. Он же Daihut Stereos. Но у меня, в частности, Toyota. Мотор в 1,3 литра и с небольшим генератором. Я точно не знаю, сколько он ампер. Но не суть. Суть в том, что он очень быстро заряжает этот аккумулятор. То есть, хватает там буквально поездки в 2-3 километра, чтобы вот эта вот маленькая, почти игрушечная батарея была заряжена. Второй плюс. Его можно очень легко отнести домой и зарядить. Вот. То есть, он очень легкий. Ну, я бы сказал, что это плюс. Ну, давайте теперь к минусам. При холоде, при морозе, при больше минус 25, вот эта батарея, напоминаю, 40 Ач, 330 А не хватает, чтобы запустить мотор в минус, там, больше минус 25. То есть, если мороз больше 25, вот эта вот батарея не сможет провернуть мотор 1,3 литра. Ну, здесь синтетика заливается. То есть, он, в принципе, должен как бы провернуть, но не проворачивает. Это вот такой вот большой, достаточно минус этого аккумулятора, который маленький. Вот. В принципе, на этом все плюсы и минусы заканчиваются. Это обычная, абсолютно стандартная батарея, просто меньше емкости. Вот. При первом же случае я поменяю ее на большую, но так как я, ну, достаточно нищий человек, я езжу на 24-летней машине, поэтому у меня нет лишних денег на то, чтобы купить новую батареечку. Поэтому я езжу с тем, что есть. Вот. Если вам интересно вообще про батареи, обязательно напишите, я сниму, как узнавать у Варты дату выпуска. Ну, на примере, собственно, вот этого аккумулятора маленького. Спасибо за внимание.